Вы смотрите Weekly Review в студии Игоря Митюкенева. Здравствуйте. Производство лекарств в стране выросло на 20%. В Пайтукам первого полугодия их произвели на 87 миллиардов тенге. Однако доступность этих препаратов продолжает вызывать вопросы, а точнее цена. По результатам исследований в годовой динамике лекарства подорожали на 11%. Сильнее всего удорожание ощутили жители столицы Шимкента и Павлодарской области. Как власти борются с высоким прайсом на медикаменты, выясняла моя коллега Куркемусибалиева. Жителям Шимкента накладно болеть. За год цены на фармпродукты в южном мегаполисе выросли почти на 15%. Такие данные приводят аналитики energyprom.kz. По словам горожан, во время простуды большинство стараются лечиться народными способами. А если не получается, то люди стараются искать аптеки, где подешевле. Но получается не всегда. Мы стараемся не покупать, если простынем дома что-то, там, ромашку попьем, чаем, там, малинку купим. А так стараемся не покупать, потому что цены писают, жас. Дэр-дэрмэкты бағалар уйтик, кымбат. Кымбат? Сонғырат, қашан алған едіңыз? Және чек-тен бағасы хандай болды? Сонғырат, мен өзіме керек кезде, бұл жақта 140 күн тенге деді, бір дәрінің бағасы. Дарожане тоже, наверное, по карману льет жителям, гражданам. Думаю, это неправильно нужно. Цены держать всегда. В годовой динамике у дорожане фармацевтической продукции ощутили все казахстанцы. Сильнее всего цены выросли в Астане почти на 18%. Антирейтинг закрывают Шумкент и Павлодарская область. По словам специалистов, сумма на медикаменты формируется от внешних факторов. Цены на лекарства зависят от геополитической ситуации в мире, логистики и цен на инвалюту. Чтобы сумма социально значимого товара была стабильной, нужен контроль со стороны правительства, говорят эксперты. Мы принимаем оплату у населения, а у нас население неоплатишеспособное. Они берут у нас в долг, они берут в кредит. А проценты по кредитам, как всем известно, погашают предприниматели. Поэтому государству нужно серьезно подходить к нашему вопросу, именно к отечественному бизнесу. Когда на 12% подорожали, мы их ставили в известность. Мы им дали список данных лекарственных средств. Однако действий со стороны власти мы еще не видим. Между тем, растет и производство лекарств в стране. По итогам первого полугодия в Казахстане произвели фармпродукции на 87 миллиардов тенге. В региональном разрезе наибольший объем приходится на Шумкент. В число регионов лидеров вошли Карагандинская и Алматинская области, а также Алматы. По данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, сейчас отечественные производители также работают над тем, чтобы наладить экспорт казахстанских лекарств. У нас, к сожалению, фармпроизводства в стране очень мало было. Сейчас государство и наше министерство работают над этим. Число фармпроизводителей, фармпродукции растет. Многие иностранные производители на нашей территории завода, филиалы свои открывают. Над этим наше государство и наше министерство работают. Заметно вырос и объем импорта лекарств. Из стран СНГ в Казахстан завезли больше 5000 тонн медикаментов на сумму 65 миллионов долларов. Спросом среди казахстанских пациентов пользуются медикаменты из России, Беларуси и Украины. А из стран, не входящих в СНГ, завезено почти 9000 видов. В числе лидеров импортеров оказались США, Китай, Германия, Индия, Франция и Турция. Сейчас в Казахстане насчитывается больше 8500 аптек. Несмотря на то, что большинство из них – частные специалисты на постоянной основе ведут мониторинг. С недавних пор в стране также запустили приложение «Дара.Киза» для отслеживания предельных розничных цен на лекарства. Пожаловаться на высокую стоимость медикаментов можно, загрузив фотографию товарного чека, упаковки лекарства и направить заявку в комитет фармконтроля. В Минздраве говорят, что новшество позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты. Отечественные зернопереработчики выразили беспокойство по поводу цен на зерно нового урожая. Из-за намерения Минсельхоза ввести полный запрет на ввоз в страну пшеницы всеми видами транспорта может вырасти стоимость сырья для мукомолов. Раньше они перерабатывали до 60% российского зерна, потому как отечественное обходилось в среднем на 40 тысяч тенге за тонну дороже. Какие прогнозы на цену пшеницы делают фермеры и чего хотят мукомолы, расскажет моя коллега Ижану Тева. Хорошие виды на будущее урожая и 5 миллионов тонн запасов зерна прошлых лет на элеваторах страны заставили Минсельхоз изрядно понервничать. В ведомстве приняли решение ввести полный запрет на ввоз в страну пшеницы всеми видами транспорта. Это было сделано для поддержки отечественных аграриев и борьбы с серым импортом. Однако то, что одним хорошо, другим проблема. Российское зерно обходилось казахстанским мукомолом в 80-85 тысяч тенге за тонну, а местное теперь в 120 тысяч тенге. Цены на отечественную пшеницу были сопоставимы с заступными ценами с импортным сырьем. Это позволит, в первую очередь, сохранить ликвидность и финансовую устойчивость предприятия, а также обеспечить стабильность цен на продукты переработки внутри страны. В этом направлении мы сейчас ведем работу с Министерством сельского хозяйства, с продовольственной контрактной корпорацией. Пойдут ли аграрии на уступки и снизят ли цены, покажет уборочная компания. Пока ниже 100 тысяч тенге пшеницу не продают. Но фермеры ожидают богатый урожай этой осени и хороший вал зерна у соседей. А потому цена будет падать. Я думаю, наверное, в этом году будет цена ориентироваться 65-70. Исходя из того, что все-таки вал, наверное, будет неплохой. С России будет дробленка проходить, будет цены сбивать. Будет большой вал пятого класса. Это все потянет вниз буквально все. При этом важную роль в ценообразовании традиционно играет продкорпорация. В областной ассоциации сельхозтоваропроизводителей говорят, что стоимость закупа ей лучше объявлять в начале уборки, а не в конце, когда рынок перегрет предложением. Если цена 85-90 будет, это нормально. При урожайности 15-20 центов это нормально. И себестоимость низкая будет все. Но все хотят, чтобы 100 было и выше. Пока аграрии гадают, как выгоднее продать зерно нового урожая мукомола, опасаются краха отрасли из-за запрета на импорт российской пшеницы. Мука из отечественного сырья будет неконкурентоспособной по цене, а потому Казахстан рискует потерять экспортные рынки Центральной Азии. Но если и запрещать ввоз иностранного зерна, считают переработчики, то нужно и запретить импорт муки. Иначе дешевый российский товар заполонит прилавки и обрушит мукомольную отрасль. За год автопарк страны устарел на 5%. И причина этого – недостаточное обновление, считает эксперт. Как на это влияет утиль сбора и стоит ли ждать роста ставок, ответы на эти вопросы попытался найти наш корреспондент Ержан Утипкалеев. В году установлен рекорд по продажам новых авто. Это не сильно повлияло на ситуацию. Вот это обновление, 198 тысяч, например, звучит цифра неплохо, но у нас 5 миллионов автопарк. И обновление 200 тысяч среди 5 миллионов, оно выглядит не очень большим. Что нужно для того, чтобы он обновлялся лучше? Это зависит от экономики страны, от доходов населения, от лояльных условий по кредитам. Сейчас на рынке доминируют китайские бренды. Они занимают лидирующие позиции. Внутренний автопром также развивается, но медленно. Высокие таможенные сборы, включая утиль сбор, ограничивают ввоз автомобилей из-за рубежа. Это поддерживает местное производство, но снижает доступность авто для населения. В то же время в соседней России планируют повысить ставку утиль сбора на 70-85%. По мнению министра промышленности и строительства Канада Шарлапаева, это может привести к притоку автохлама в Казахстан. Из-за разницы в ценах, к нам, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые вредят и экологии, и создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск, он вполне реальный, потому что другие страны обороняются от ввоза, ну, давайте просто это назовем автохлама путем создания заградительных мер. А мы считаем, что нам ограждаться не нужно. Также министр подчеркнул, что, скорее всего, в этот раз Казахстан не будет повторять за своим соседом. Этого мнения придерживается эксперт. Кроме того, он считает, что повышение ставки утиль сбора в России вообще не касается нашей страны. В России пытаются защитить своих производителей от импортеров из Китая. Россия таким образом, повышением утиль сбора, защищается от ввоза серых машин из Китая, в частности, именно из Китая, потому что других автомобилей сейчас на их рынок почти не поступает мелкими ручейками. Но Казахстану защищаться не нужно, потому что у нас все эти бренды работают уже и работают официально. Эксперт также отметил, что российский рынок авто сейчас испытывает огромный дефицит, поэтому и им самим нет смысла вывозить авто за рубеж. Да и с учетом нехватки железных коней в соседней стране, цены, напротив, вырастут. А это значит, что россиянам, наоборот, будет выгоднее покупать авто в Казахстане. Яржан Утипкалиев, Мансур Танькибаев, Атамикен Бизнес. До начала учебного сезона осталось всего пару недель. И алматинские чиновники обеспокоены подготовкой общежития для студентов. Для этого представители Акимата совместно с Министерством науки организовали рейд по хостелам, которые принимают абитуриентов для проживания. Подробности у корреспондентов Атамикен Бизнес. Сегодня мы пришли в общежитие КазГУ. Честно говоря, в КазГУ я была лучшим мнением. Как будто здесь все осталось в 60-х. После выхода этого ролика на просторах КазНЭТа в Министерстве науки и высшего образования решили провести рейд по алматинским студенческим общежитиям. За день ревизоры обошли пять таких объектов. И на удивление никаких нарушений не обнаружено. Что касается оскандалившегося КазНГУ, то в университете ответили, что всему виной возраст. АЛДЫ САЛЫНГАННА 70-шылы болган. 70-шылы болган. КОЛ әрине кешегі әлуметтік желді көрсетілген 9-6-1-шы жатақаналар. Ол жатақаналар толықтай қазіргітанда күрдері жұмыстан өтіп жатып. Ол жердің сан техникасы, бүкіл жварлық небелдері, бүкіл есіктері, ең аяқы линолен барлық ауыстырылып, 30-шылы болган. Қалақтаналар ҙғу үт көрдері жұмыстан өткізіліп, үдерім қасықталарғы үт келіністік көрсетілі. Мегаполиса намерены закрыть до конца 2025 года за счет строительства новых хостелов. Строй бизнесу за это пообещали хорошие субсидии в виде 230 МРП в год за каждого студента. Но тут есть одно «но». Не все бизнесмены могут получить такую материальную поддержку от государства. Есть ряд юридических проблем. Субсидий, конечно, хотелось бы, но у нас проблема в том, что у нас здесь на этом участке неделимое помещение, ну, все здание, оно неделимое идет. А так как у нас здесь непосредственно есть бизнес-центр, общежитие, медцентр, мы как бы не можем его поделить и непосредственно выделить по 20 лет под общежитие. Поэтому сегодня бизнесмены в самом большом городе готовы предоставлять учащимся в вузах места в хостелах лишь на общих основаниях. Но если правительство упростит некоторые требования на получение дотации, то дефицит койкомест для студентов можно восполнить гораздо раньше. Стоит отметить, что по республике в целом свыше 19 тысяч студентов нуждаются в общежитиях. В планах профильного министерства закрыть этот вопрос до 2030 года. Дильмурат Муталипов, Жесулан Омрзаков, Atomikin Business. Вы смотрели Weekly Review. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Atomikin Business. А также еще больше новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова